МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортеры программы Республика и я, Татьяна Молокова, о главном в Чебоксарах и Чувашии. Сегодня в выпуске. Небо в клочья. Грозовой шторм прошелся по региону. Людей било молниями и заваливало деревьями. В коридорах завалы из проводов гирлянды. Почему обитатели общежитий не боятся попасть в списки погорельцев? Первую пьют трезвыми. В республику приехал главный нарколог страны. Сводки с фронта борьбы с зависимостями. Четыре человека получили электротравму после удара молнии. Один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Таков итог разгула стихии в регионе. Гроза, ливни, град, шквалистый ветер. Такая погода в последние дни уже стала привычной. Минувшие сутки не исключение. Сводки погоды как с фронта. Затопленные подвалы, фонтаны из ливневых коллекторов, машины в воде по крышу, поваленные деревья. За сутки с улиц их убрали больше трех десятков. Пять человек получили травмы, находясь внутри автомобилей, на которые и падали деревья. Кроме того, больше пяти тысяч человек в 33 населенных пунктах региона остались без света. По состоянию на 14 часов 4 августа без электроэнергии остаются шесть населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Вопрос восстановления электроэнергии в пострадавших населенных пунктах находится на личном контроле главы Чувашской слюки Олега Алексеевича Николаева. Тем временем дождь продолжает затапливать улицы. Людям приходится форсировать настоящие реки, чтобы добраться до своих машин и подъездов. В соцсетях шквал постов о протекающих чердаках и крышах. Прогнозы метеорологов неутешительны. Воздух в регионе продолжит прогреваться до 32 градусов и выше. А сменяющие друг друга антициклоны и циклоны принесут дожди и грозы. МЧС просит не подходить близко к электропроводке, молнииотводам, водостокам, матчам ТВ-антенн и мобильной связи. По возможности во время грозы необходимо выключить все электроприборы и закрыть двери и окна. Сейчас к другим темам. С рабочим визитом в Чувашию приехал главный нарколог страны Евгений Брюн. Первым делом он отправился в лечебно-исправительное учреждение для женщин, где работает реабилитационный центр «Аврора». Там проходят реабилитацию осужденной с наркотической и алкозависимости. При этом для возвращения людей к трезвой жизни здесь применяют новые технологии. Добавлю, исправительное учреждение для женщин номер 7 в Чувашии единственное специализированное в России. Там одновременно отбывают наказание и лечатся от пагубных привычек. На территории есть православный храм и возможность пройти различные психологические тренинги. Большое внимание уделяется подготовке к жизни после освобождения из мест лишения свободы. Обсуждаем с руководством СИНа возможность вот такого серьезного взаимодействия на уровне федеральных органов. А здесь, в Чувашии, это делается непосредственно и очень здорово, и очень правильно. И, пожалуй, у меня может быть небольшой опыт знакомства с колониями федеральной службы исполнения наказаний. Но мне кажется, что это одно из лучших мест, где девчата, осужденные по статьям, связанным с наркотиками или преступлениями, связанными с алкоголем, они выздоравливают и не только от своего наркологического заболевания, но и выздоравливают духовно. Когда жизнь зависит от графика работы лифтера, бригада скорой помощи выехала на вызов к 55-летнему мужчине. Предварительный диагноз – инфаркт. Никто и подумать не мог, врачам придется, что называется, доставать умирающего пациента не только с того света, но и из настоящего, без преувеличения плена. Инесса Потапова о героизме в замкнутом пространстве. Бригада скорой приехала на вызов через 12 минут. Пока пациенту оказывали медицинскую помощь, его состояние резко ухудшилось. Диагноз – инфаркт, клиническая смерть. Фельдшеры вызвали на помощь бригаду реанимации. Около получаса врачи боролись за жизнь мужчины. Несколько раз заводили сердце и – получилось. Оно вновь забилось. Пациенты экстренно начали госпитализировать в Республиканскую клиническую больницу. Когда мы его, соответственно, погрузили на носилки, на нем сверху был наш аппарат, монитор и дефибриллятор аппарата КГ. Соответственно, погрузившись в лифт, мы очень хорошо разогнались, потом очень резко остановились и застряли между первым и вторым этажом. Соответственно, вызвали сначала лифтера по кнопочке, понимая, что помощь придет не так скоро, как хотелось бы, и параллельно этому вызвали МЧС. Так лифт девятиэтажки превратился в реанимационный. Повезло, что свет в кабине не погас. В ту ночь в этом лифте находилось пять человек. Три медика, водитель и пациент в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжали оказывать ему медицинскую помощь. Для этого здесь было все необходимое. Это дефибриллятор, электрокардиограф и ручной дыхательный аппарат. Так у мужчины появилось первое самостоятельное дыхание. Аварийную службу ждали 20 минут, а потом вылезали через первый этаж. Сначала пациента передали двум фельдшерам и водителю. Они находились снаружи. У нас было, наверное, такое пространство, чтобы вытащить пациента и, конечно же, самим же выбраться, потому что было достаточно страшно, что лифт куда-то может уехать. К моменту прибытия в стационар мужчина уже отвечал на вопросы врачей. Буквально с порога в операционную. Без проведения коронарного стентирования пациент выписался глубоким инвалидом. В настоящее время он выписывается с минимальным дефицитом. Будет восстановлена его трудоспособность, он сможет работать и качественно жить дальше. В данном случае все закончилось хорошо. Благодаря грамотно оказанной первой помощи именно от этого зависит дальнейший исход. Если у вас появляются в груди давящие боли, сжимающие боли за грудиной, появляется немотивированная дышка, которая не снимается нитроглицерином в течение 15-20 минут, а если уж тем более это появляется впервые в жизни, это требует вызова скорой помощи. Чем раньше вызовете скорую, тем выше шанс выжить. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Георгий Кривошейн, Республика. С начала года в пожарах в Республике погибли 59 человек. Такие пугающие цифры обнародовали сегодня в региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям. На территории Республики произошло почти тысяча пожаров. Как говорят спасатели, зачастую причиной возгорания становятся люди. Халатность или беспечность могут привести к трагедии. Удалось избежать жертв в крупном пожаре, который вспыкнул в Новочбоксарске 14 июля. Репортеры Республики первые оказались на месте. Горело пятиэтажное общежитие. Людей эвакуировали. Справиться с огнем не могли несколько пожарных расчетов до полуночи. И спустя несколько дней на ленте информагентств снова молния, снова пожар и снова в общежитии. Тогда жертв избежать не удалось. Екатерина Шеверова со свойственной ей журналистской отвагой отправилась в рейд по общежитию в Новочбоксарске вместе с пожарными. Чтобы проверить, кто выучил уроки соседей, а кто так и надеется на авось и рискует в список жизненных неудач вписать строчку «Погорелец». Наша задача с вами обойти подъезды из жилого дома. Особое внимание обращаем на пути эвакуации. Инструктаж населения в последствии требования пожарной безопасности. При выявлении нарушений требования пожарной безопасности привлекать к ответственности. Вставляем протоколы. С начала года на территории Новочбоксарска произошло свыше 50 пожаров, трое погибших. Старые дома – головная боль не только коммунальщиков, но и пожарных. Вспыхивают, как спички. Тушить обычно уже нечего, сгорают дотла. В этом доме, вероятно, живут слишком отважные граждане. Провода, как гирлянды, развешаны по подъезду. Погаленные провода – это тоже врушение требований пожарной безопасности. По итогам рейдов направляем информацию управляющей компанией для принятия метод по устранению данных нарушений. Самая главная проблема уже с 60-х годов дома – алюминиевые провода в каждой комнате. Капитальный ремонт, видите, привели по местам общепользования, а в комнатах остались провода алюминиевые. Я боюсь буквально и накаркать, что дальнейшие нечмечены пожары, потому что мы дали людям предписание, чтобы они все заменили провода в своих комнатах. Предписание многие игнорируют. Игнорируют до тех пор, пока из искры не возгорится пламя. Наиболее частая причина возникновения пожаров – старая электропроводка. Например, по этой причине в этой квартире погиб человек. Пожар начался. Смотрите, алюминиевые провода, сечения провода совершенно не соответствуют требованиям. И дым поднялся по инфляционной, и соседи там горели. На каждом этаже пожароопасная лапша или паутина из проводов – вечная проблема. А кто это так кидает? Провайдеры? Прецизионную работу ведете с ними? Письма вам предоставлялись. Каждый год по 3-4 дня. Однако на связь с управляющими компаниями они не выходят и никак не отвечают на их запросы, не говоря уже о соблюдении пожарной безопасности. Это тогда произошло? Вот у вас, наверное, где-то дней 7. Хорошо. Вот сейчас вот заказ сделала я, вот во вторник придут, вот вверх хочу сядь и замок будем вешать. Это исполняем потом. Пришли 2 дня, вообще без телевидения сидели. Вот эти тоже надо закрывать. Необходимо следить и за состоянием эвакуационных путей, не загромождать различными предметами в общих коридорах, а также на лестничных площадках. Это все вне закона. Собственники будут привлекаться к административной ответственности. Просьба к управляющей компании сортировать чьи-то ящики в наш орган, направить информацию для привлечения к ответственности. И пока люди не задумаются о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности, сотрудники МЧС будут продолжать рисковать своими жизнями, спасая беспечные чужие. Екатерина Шиверова, Павел Ракитин, Республика, город Новочебоксарск. Семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого сентября все три дня голосования информация о происходящем на участках будет стекаться в единый информационный центр. Там будет транслироваться видео со всех избирательных участков. Видеостена из восьми мониторов позволит контролировать ход голосования. Доступ к видео с камер наблюдения получат кандидаты и представители партии. На трехстах пятидесяти избирательных участках республики с численностью свыше тысячи избирателей видеонаблюдение будет потоковым в режиме онлайн. На остальных в режиме записи, который можно пересмотреть. Когда пытаются говорить о том, что это снизит возможность доступности наблюдения, это неверно, потому что все представители партии и все представители кандидатов, депутаты получат специальные пароли. То есть они могут наблюдать в том же самом режиме онлайн. Кроме представителей кандидатов и партии смотреть видео с избирательных участков могут общественные наблюдатели, стать которыми может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку через сайт общественной палаты Чувашии. В ближайшее время там планируют провести обучение. В центральной избирательной комиссии работают криминалисты. Они проверяют подписные листы в поддержку партии. Чтобы зарегистрировать в списке своих кандидатов пять политических объединений, которые изъявили желание баллотироваться в госсовет Чувашии, должны предоставить по 4606 подписей сторонников, половину из которых можно было собрать с помощью портала госуслуг. Парламентские партии, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ и партии пенсионеров не должны предоставлять подписи в свою поддержку. Сегодня списки четырех зарегистрировали. Из списка представленного партии пенсионеров из «Справедливой России» за правду избирательная комиссия исключила несколько претендентов. Они не предоставили сведения о судимости, но списки все равно были зарегистрированы только без этих фамилий. Также стали кандидатами в депутаты 69 человек из списка «Единой России». Все документы приняты в соответствии с законом и вообще нет нарушений и замечаний со стороны Центральной избирательной комиссии. Наши кандидаты подготовились серьезно и мы говорим, что самое главное, чтобы выборы проходили безопасно, честно, легитимно и прозрачно. В итоге сейчас зарегистрированы списки всех пяти партий, не собиравших подписи. Решение о регистрации списков других пяти Сыгчеваши примет после проверки подписных листов. Сегодня же удостоверение о регистрации кандидатами в депутаты Госдумы 8-го созыва получили члены партии «Справедливая Россия» действующие депутаты российского парламента Анатолий Аксаков и Игорь Маляков. Настрой самый активный, рабочий. Мы встречаемся с избирателями, очень много пожеланий, предложений и я обогащаюсь в ходе этих встреч. Я и раньше очень много общался, но в ходе избирательного процесса прямо идут наказы. Мы рады тому, что большое количество политических сил выдвинулось и в рамках закона мы надеемся на честную и чистую борьбу. Также сегодня в последний день подачи документов заявление на регистрацию предоставила вице-премьер правительства Алла Салаева. Она баллотируется по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу номер 38. В ближайшие дни Центр избирком проверит документы и примет решение о регистрации. В Чувашии завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Из 21-го выдвинувшегося по Канажскому и Чебоксарскому одномандатным округам необходимые документы в ЦИК Чувашии предоставили 18 человек. Последним стал кандидат от партии «Гражданская платформа» Сергей Сорокин. Не двор, а танкодром. Жильцы многоквартирного дома на Ленинградской улице в Чебоксарах пожаловались в редакцию республики на то, что благоустройство не видели больше 10 лет. И речь уже не об эстетических чувствах, а о безопасности с репортерами нашей программы. Не нужно вступать в длительную переписку и ждать ответа на них месяцами. Татьяна Трофимова по редакционному заданию незамедлительно выехала. Дорога, как после бомбежки. Куски асфальта в разные стороны. И это в нескольких десятках метров от городской администрации. Самый центр региональной столицы. По словам Ирины Скрипник, жильцы еще в 2019 году обращались к чиновникам с просьбой привести в порядок двор. На дворе год 21-й. Изменения только в худшую сторону. Любой человек заслуживает комфортной среды существования. А не разбитый двор с пылью, с грязью, с остатками крошки от асфальтового покрытия. В таком состоянии у нас плачевном. Потому что здесь администрация города играет роль и администрация Ленинского района. Я имею ввиду благоустройство нашего двора. Жалобы от жителей начали поступать после того, как около администрации города была отремонтирована дорога. Это было сделано в прошлом году. После этого пошли обращения. Пошли обращения, соответственно, мы начали тоже писать ответы, запросы, когда будет, когда включатся эту программу. Дом построен в 1963 году. Здесь в основном живут люди серебряного возраста. Эта дама в шляпке боится, что пока кто-нибудь не пострадает, никто ничего не сделает. Я прочитала статью, что большая сумма денег отводится на благоустройство дворов. А где эта сумма, что нам? Ну, до нашего двора дело не дошло пока. Кроме ремонта дороги, при въезде во двор необходимо положить искусственную неровность лежачего полицейского. Он не только заставит сбросить скорость, но и ляжет на пути потоков грязи, стремящейся к подъездам. В администрации снова пообещали включить двор в программу благоустройства. Правда, на следующий год. Асфальт включен в программу на 2022 год. У нас есть ответ с администрацией Ленинского района. Искусственную неровность обещали поставить до 20 мая. Ответ был от администрации города Чаваксара. Но до текущего момента неровности нет. Мы послали повторный запрос. Ответ пока ждем. Куда делась неровность и когда появится асфальт? С этими вопросами журналисты обратились в администрацию района. В рамках реализации программы развития транспортной системы Чувашской республики на территории Ленинского района в текущем году выполнен ремонт по 8 адресам на сумму 13 миллионов рублей. Данная территория включена в план работы на 2022 год, где будет заменено асфальтное покрытие данной территории. По примерным подсчетам на ремонт дороги понадобится миллион рублей. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Емельянов, Игорь Зверев, Республика. Формировать комфортную городскую среду в рамках регионального проекта начали даже в селах. В программе по благоустройству Янтиковского района участвуют населенные пункты, где проживают больше тысячи человек. Это Турмыши, райцентр Янтиково и Яншихово-Нарваши. Там в порядок приведут центральную площадь. В рамках этого проекта здесь будет ограждение по периметру, потом обустройство тротуаров, малые архитектурные формы, также будет фонтан и будет это местом притяжения жителей населенного пункта. Мы очень рады. И на этой площадке мы надеемся, что будем проводить различные культурно-массовые мероприятия. И даже со школьниками мы можем приходить и устраивать свои даже внеклассные мероприятия. За три последних года в рамках проекта формирования комфортной городской среды в регионе были благоустроены сотни дворов, многоквартирных домов, скверов и других общественных территорий. Для кого-то погода последних дней – настоящее бедствие, а для кого-то повод для веселья и возможность устроить аквапарк прямо в своем дворе. Это главные новости Чувашии к этому часу. Я, Татьяна Молокова, желаю сохранять бодрость духа в любую погоду. О ваших новостях сообщайте нам по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Хорошего вам настроения. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова